значит следующая тема это past present perfect это время с которым люди не хотят знакомиться хотя оно не такое сложное как кажется маленькая опять напоминалка как строится present perfect это давайте быстренько сделаем значит как обычно вы строите у вас есть сабжект на втором месте напоминаю у вас будет либо либо has напоминаю has вас будет да если это он она но сей шей и кит в остальных случаях будет have соответственно плюс третья форма глагола напоминаю что такое третья форма глагола неправильные глаголы имеют свою третью форму правильные глаголы просто добавляется окончание идей то есть у вас либо реальная третья форма давайте возьмем например go went gone да вот соответственно наша третья форма вот она либо у вас есть просто окончание идей например finish его третья форма соответственно 2 и 3 форма одинаковые finished 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 как бы два раза вот дальше отрицание как как и раньше у вас есть сабжект дальше к этому have или has вы добавляете нот то есть у вас будет либо haven't либо hasn't и третья форма глагола если соответственно вопрос а филиха ставится на первое место то есть вот он have или вы has то выполняет действия и третья форма глагола это все можно найти в принципе на каждом шагу но теперь давайте разбираться когда present perfect вообще используется почему важно понимать его разницу если мы сравниваем спас simple как я вам и говорил по симпл вас отсылает к четкому времени то есть это то что произошло в прошлом present perfect называется так не просто так это настоящее совершенное время это значит что к настоящему времени что-то совершилось что-то произошло это самое простое объяснение в целом этого времени когда оно используется есть несколько пунктов и давайте каждый из пунктов подробно разберем первое это когда мы говорим про какой-то опыт например я могу сказать что у меня было восемь контрактов да я могу сказать что айв почему айв потому что напомню что вы можете сокращать вот этот хэв да хэв либо хэз вы можете сокращать до апострофа в апострофа в апострофа з поэтому айв 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 айд айт контрактс ну допустим эти контрактс допустим аз с сеттингенея в качестве третьего механика примеру а это мы говорим про опыт то есть вы не знаете когда я закончил свою карьеру это было год назад или это было два года назад собственно вы знаете только что у меня есть вот такое количество контрактов например я позавчера готовил 2 второго механика к собеседованию и у него был супер из греции который спросил если у него опыт на артифлекс он сказал грамотно айв хэдс тюк контракт на на артифлекс engines но он не упомянул что у него эти контракты были когда он был кадетом опыт есть есть но когда мы как бы не знаем поэтому в качестве опыта вы можете сказать ай хэв хэдс что-то там вот либо агив ворк он балкаре из он контейнер веселс он он и в асосе вон пункт второй когда мы говорим про какой-то результат в настоящем смотрите что за результат настоящим и почему важно понимать вот эту главную концепцию потому что в этом весь perfect на самом-то деле результат настоящим означает то что у вас в прошлом что-то произошло и теперь настоящем времени сейчас вот сегодня 17 06 вы соответственно имеете какой-то результат например смотрите я могу сказать что ай хэв хэдс я попал в автомобильную катастрофу ну в аварию теперь у меня нога в гипсе собственно то есть сейчас это произошло допустим два месяца назад соответственно сейчас у меня есть какой-то результат нога в гипсе то есть можно считать что вот у нас есть результат что что my my like now is in plaster то есть теперь она моя нога в гипсе то есть теперь я скажем так my leg is in plaster если что пластырь это пластырь это не только пластырь ликопластырь но еще и гипс вот то есть когда у вас что-то произошло в прошедшем и на данный момент на сегодня вы имеете какой-то результат например могу сказать так же как в качестве первого пункта так так и в качестве второго пункта что i've been to london я был в лондоне если мне какой-то результат это того может быть у меня есть определенный соответственно акцент южный я могу подать это к просто как опыт что аль в бенчу лондон что я был там примеру поэтому что так что так можно использовать теперь пункт третий пункт третий мы используем present perfect вместо present perfect continuous что это за present perfect continuous и с чем его едят present perfect continuous это то время которое используется только в одном случае используется но в следующем давайте я здесь оставлю вот так сделаю место все что а я думал кто-то хочет задать вопрос хорошо смотрите значит объясняю концепцию present perfect continuous он строится довольно просто на самом-то деле давайте я здесь вам сделаю present perfect continuous и сразу вам его как-то обозначу что вот он он у вас не потерялся значит present perfect continuous строится следующим образом я вам приведу все лишь один пример из этого сможете излечь правила как он строится например напомню то же самое что то есть что это значит это значит следующее давайте представим что вот у нас есть таймлайн 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 у меня сломался вот наш таймлайн предположим что где-то здесь это сейчас то есть время говорения и 8 лет назад у нас был 2014 год правильно значит предположим что здесь у нас 2014 сейчас у нас 2022 июнь когда мы про это говорим что это значит я выделяю вот вот этот вот промежуток времени это значит следующее что 2014 году я начал учить английский учил его через день через два через месяц неважно но в любом случае учил через день или с перерывами в целом за период с 2014 по 2022 я его изучал я все равно его изучаю то есть несмотря на то что у меня уже высокий уровень и мне не нужно вдаваться в очень многие подробности я все равно каждый день изучаю английский язык не только со студентами но еще и самостоятельно все его совершенствую каждый день даже сейчас то есть что-то началось в прошлом вот здесь вот 2014 году и что-то до сих пор продолжается даже в 2022 году и будет продолжаться завтра и послезавтра и через неделю то есть это что-то что началось в прошлом и до сих пор продолжается вот для чего используется present perfect continuous как вы понимаете present perfect continuous состоит из глагола в этом его вся конструкция я думаю здесь довольно просто глаголы ставится на первое место вот теперь как вы помните в самом самом начале вот здесь я вам говорил что у вас есть динамические и статические глаголы и статические глаголы нельзя вставить continuous на то есть давайте здесь отметим красным да что ай-яй-яй так делать нельзя вот соответственно поскольку их нельзя вставить continuous мы можем вставить их только в simple это значит то что если мне понадобится сказать что-то что началось в прошлом и до сих пор продолжается и это что-то статическое то есть я не кручу педали для этого это в целом что-то происходит я смогу использовать только простое время present perfect то есть давайте с этим разберемся давайте предположим что мы с вами знакомый год 2021 года я могу сказать следующее что помните я говорил что нам понадобится глагол я знаю вас с 2021 года то есть я начал знать вас познакомились мы год назад и до сих пор я вас помню то есть у меня нет альцгеймера я вас помню пока что поэтому вместо того чтобы использовать present perfect continuous потому что мы не можем вставить no в continuous continuous это глагол статический вы не делаете вы не крутите педали чтобы что-то запоминать это просто статика вы либо знаете либо не знаете то же самое вы видите либо видите либо не видите то есть вижу не вижу поэтому мы используем можем использовать такие глаголы вот в этом present perfect вот он вот поэтому есть три основных пункта когда используется это время пункт 1 когда вы рассказываете просто про какой-то опыт то есть например у меня было 8 контрактов пункт 2 если у вас есть какой-то результат в настоящем времени например мы погрузили 24 биг-бэга в трюм номер один и скажем так это можно сказать либо опыт либо то что на данный момент у нас не на места нет в трюме теперь таким образом результат тот что он теперь у нас нет нет места либо результат тот что мы закончили вот эту погрузку то есть оно как-то связано с настоящим либо вы просто хотите сказать что было погружено вот столько вот это будет самым корректным потому что если вы говорите о прошедшем времени типа там вы получаете получается вы можете сказать это про вчера про два часа назад и так далее если вы хотите сказать что например а мы погрузили 24 биг-бэга вчера вы так и говорите то есть там мы но если сейчас да происходит погрузка да и вас спрашивают на каком вы сейчас этапе допустим капитан или старпом спрашивает на какому сейчас этапе вы можете ответить что было погружено то есть мы погрузили 24 24 30 50 не важно соответственно биг-бэга к примеру то есть к данному моменту сделано столько вот не важно не важно на самом деле когда это было это могло длиться просто не две недели они грузили 50 мешков может быть там за 10 минут в факту просто говорите к текущему моменту так на настоящий момент погружено столько вы делаете по сути как результат настоящем времени то есть как результат погружено 24 штуки пункт третий это место present perfect continuous используется в единственном одном случае когда у вас началось что-то в прошлом и до сих пор продолжается и когда у нас вот это вот самый глагол да является статическим напишу здесь что это стейте вот когда используется это время а